Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Юрий Алаев, это программа Акцент, и с сегодняшним выпуском мы завершаем мини-цикл, посвященный открытию в Казанском Федеральном Университете Школы Научной Журналистики. До этого мы беседовали здесь, я беседовал с основателем Школы Научной Журналистики «Русского репортера». Ольга Андреева, сегодня у нас в гостях научный журналист, основатель и ведущий, наверное, да, можно сказать, одного из очень интересных, с моей точки зрения, ресурсов в сети, антропогенез.ру, Александр Соколов. Добрый день, спасибо, что навестили. До того, как начинаются ваши лекции перед желающими стать научными журналистами здесь, в Казани, передо мной лежит ваша краткая биография, то, что называлось объективкой в какие-то годы. Да, я вижу, что вы окончили физико-математическую школу, это все в Санкт-Петербурге, потом университет, тоже МИХМАТ или как, математический факультет? ПМПУ это называлось. Все это с красным дипломом, и вот после всего этого, или параллельно с этим, как-то вы антропогенезом заинтересовались. Как это вообще происходит? Почему не математика или вот эта трансформация, она чем-то объяснима? А, кстати, в антропологии там математики много вообще, статистики. Но это все-таки подчиненное значение. На самом деле, но надо сказать, что, во-первых, я между тем, как я занялся, собственно, вот этим проектом и тем, как я закончил математический факультет, меня еще много помотало. Да. И разными вещами занимался, работал и журналистом, и пиарщиком, и еще много где. А на самом деле это просто как бы увлечение с детства и большое желание именно заняться популяризацией этой области науки в России. Потому что вот когда мы стартовали этот проект в 2010 году, в нашей стране вообще вот с научной пропагандой нормальной было, мягко говоря, не очень хорошо. И при том, что вот эта тема, эволюция человека во всем мире привлекает огромный интерес людей. И эта бурно развивающаяся область науки, стремительная, я бы сказал, там, с развитием всяких современных технологий, это вообще действительно очень увлекательно, здорово. Тут есть что показать. У нас был, ну, просто яма такая была. Вот. И я просто познакомился и подружился со Станиславом Дробышевским, это один из ведущих российских антропологов из МГУ, который занимается вот как раз темой антропогенеза. Мы вместе решили, что надо что-то делать. И поскольку писать книги, ну, книги мы пишем, но это здорово, но это капля в море. Вот. Выход на телевидение, он все-таки требует больших финансовых, там, прочих усилий. Интернет это достаточно еще, по крайней мере, в 2006 году было демократичное такое образование, куда можно вылезти с минимальными ресурсами и попытаться как-то вот ситуацию начать переламывать. Вот что мы и сделали. Мы сделали наш интернет-проект. У меня просто были навыки еще интернет-маркетинга, которые пригодились. У Станислава были знания. Вместе мы сделали сначала интернет-проект, который стал достаточно популярным. Потом мы стали проводить мероприятия, куда приглашать известных российских ученых. Ученые оказались весьма сговорчивыми, не избалованными совсем. То есть, другое дело, что они были запуганы российскими журналистами. Но когда они увидели, что к ним относятся по-человечески, что их не обманывают вообще и не выставляют идиотами, что их уважительно расспрашивают, что им дают вообще публиковаться... А-а, очень интересно. Ну, наверное, ученые были не избалованы, если, как вы только что сказали, была яма в этой части вообще, и они были в загоне, да, с точки зрения появления в публичном пространстве. Наверное, им не до капризов было. Когда они появлялись, но только зачем их приглашали, это вопрос. То есть, их приглашали на какое-нибудь шоу? Да. Вот я сейчас вам задам вопрос из области шоу. Вот, простите мне, мое невежество. А что с эволюцией человека, что-то еще не ясно? Дело не сводится к борьбе, там, дарвинистов и каких-то креационистов? Нет, это борьба идет, она идет за пределами науки. Вот что говорит. А, вот так. То есть, это все происходит. Я только что... Вчера мне присылают видео какое-то, правда, там, какого-то ближнего зарубежья, где сидит ректор какого-то вуза и начинает, и там журналисты ее задают некие вопросы, и она начинает, вы сейчас упадете, я открою вам тайну. Сам Дарвин никогда не говорил, что человек произошел от обезьяны. Не может быть. Это придумали журналисты. И дальше он выдает весь набор заблуждений вообще, вот весь спектр. То есть, к сожалению, невежество людей колоссальное. И при том, что тема эволюции человека, увы, сильно эмоционально заряжена, скажем, то есть, это вызывает неоднозначную реакцию людей там с различной религиозной ориентацией, там, националистической ориентацией. То есть, понятно, что если бы мы говорили про происхождение там каких-нибудь бурундуков, то от кого они там произошли, от кого хотите. Вот когда речь идет о происхождении человека, то есть, нас с вами, наши корни, это то, что волнует любого. И поэтому на этом топчутся политики, религиозные деятели, националисты, журналисты, все, кому не лень. Ну, вот я не очень понимаю, а что, собственно говоря, может взволновать, вот недавно где-то мне, ну, относительно недавно, год, полгода, может быть, назад попалось, не исключено, что это опять журналистская выдумка или искажение, сообщение о том, что вот выяснилось, что вот кроманьонцы сожительствовали с неандертальцами, да, и это способствовало какой-то вот другой веточке там эволюции, в Homo sapiens, да? Да, да, конечно. Это не искажение, это правда? Ну, нет, просто генетики активные сейчас изучают ДНК различных трех людей, до которых сейчас уже получается добраться, вот, извлечь ДНК из этих костей, там, очень сложные технологии работы с ними, и действительно были обнаружены следы метисации. То есть, что неандертальцы, они не то чтобы наши предки, но и не совсем нам чужие. То есть, когда в Евразию пришли из Африки наши далекие предки, у них были некие контакты с неандертальцами, у них, видимо, рождались детишки, и вот мы с вами немножко тоже неандертальцами, можно сказать. Тоже немножко неандертальцами. И вот сейчас генетики активно изучают, что это дало современным людям. Если вспомнить Кассили с его кондуитом и швамбранией, то мы, в общем, больше пяти кантропы, да, как он там описывал гимназистов. Ну, хорошо, мы немножко, я хочу сейчас вернуться вот на стезию конкретной журналистики. Вы когда основали вот этот ресурс, о котором вы рассказывали вместе со своим коллегой московским, со Станиславом, да? Да. Насколько я понимаю, вы все это делали на свои собственные средства. И сейчас вы поддерживаете ресурс на своем сайте. Да. Я его посмотрел, он, его не отнесешь, ведь к сайтам визиткам, это достаточно разветвленный по архитектонике такая... Я вам скажу, что у нас каталог крупнейший в мире. Даже так. Из открытых. И так как я некоторые отношения тоже имею к этим продуктам, да, к сайтам, свой сайт поддерживаю, я понимаю, что это, в общем, требует вложений. По нынешним временам, по временам общества, в котором мы живем, да, общества потребления сиюминутных, там, удовлетворения потребностей, это уже можно назвать научным подвижничеством. А вы не пробовали как-то привлечь ресурсы извне и освободить, хотя бы, я уж не спрашиваю у вас, сколько вам это обходится, но раз терпите, значит, нормально. Ну, понятно, это не является, скажем так, основным, главным источником доходов. То есть, у нас там есть сейчас, знаете, типа, помогите проекту. Да. И вот, ну, когда сайт стал популярным, люди стали чего-то подкидывать. То есть, существуют некие пожертвования, которые нам позволяют поддерживать сайт, вот, ездить, вот, покупать, там, допустим, какие-то экспонаты. Это не некоторые достаточно хорошие пожертвования получается, да? Ну, как расценивать, конечно, я понимаю. Да, нет, ну, короче говоря, то есть, мы изначально не ставили себе целью заработать, и проект, вот, он существует больше пяти лет, все это время он существует за счет нескольких энтузиастов. И самое интересное, что по мере того, как он развивался, стали находиться люди, вот я был удивлен, приятно удивлен, стали находиться люди, которые сами стали предлагать помощь, бескорыстно, и не то, чтобы один раз, вот, как бы, один раз, ну, многие могут, там, подать, ищем ему, там, 200 рублей, и идти со спокойной совестью дальше. Вот, а люди, которые способны месяцами или годами регулярно что-то делать бескорыстно. Вот, например, художники, которым я, к сожалению, не могу платить гонорар, в том числе, вот, у нас есть Сергей Кривоплясов, это специалист по компьютерной графике, а это вообще весьма технически затратная штука. И вот то, что он для нас делал до сих пор, он все это делал за свой счет, на своем оборудовании, плюс это его работа вообще, компьютерная графика, свободное от работы время. Вот, есть художники, есть люди, которые помогают нам, там, с продвижением в соцсетях, есть люди, которые нам помогают, вот, с организацией мероприятий. И публикуют свои статьи, не требуют гонораров. Не требуют гонораров, конечно. Вот, короче говоря, я удивился, что есть такие люди. Ну, понятно, что, ну, их там, может быть, там, 10. Это, ну, они есть. А, ну, это такая закваска. И когда начинаешь, вот, и это талантливые люди, что важно. И вот, то есть, когда начинаешь заниматься настоящим делом, вот это само дело начинает притягивать настоящих людей. Вот это вот очень здорово. Очень интересно. Вот смотрите, есть еще один вопрос касательно этого сайта, но в таком разделе о проекте вы, в частности, сообщили, если мне память не изменяет, что мы здесь не будем публиковать всяких там журналистов, а дадим слово специалистам. Вот как есть, вот пусть ученые рассказывают. И, в общем, эта линия выдерживается. И в то же время вы сейчас здесь находитесь в Казани в качестве человека, который собирается журналистов научить популяризировать науку. Здесь нет некоторого противоречия. Почему вам не привлекать все-таки журналистов, которые на что-то способны? Такие ведь тоже есть. Я вам по секрету скажу, что на самом деле мы все-таки их привлекаем, это раз, вот, периодически. Вот, другое дело, что эти журналисты, они обязательно работают в связке с экспертом. То есть главная проблема для научного журналиста, одна из главных проблем, это чтобы это, то, что он пишет, было научно корректно. Вот. Ну, это то же самое, что научное рецензирование, примерно, да, вот, в принципе? Да. Ну, и в некоторых случаях, а проблема ученого рассказать так, чтобы поняли. Вот, рассказать на русском нормальном языке. И вот здесь как раз такой симбиоз ученого и журналиста, если его как следует организовать, это очень продуктивная, плодотворная вещь. То есть в некоторых случаях, да, на самом деле мне приходилось ученых расспрашивать, то есть формат интервью. То есть проще, чтобы он наговорил что-то на диктофон, ты потом это обрабатываешь, ему показываешь, согласовываешь, публикуешь. Это можно читать. Вот. Это формат действительно вот такой. Во-вторых, мне самому пришлось в итоге написать книгу. Вот. Поэтому, значит, я сейчас активно пишу не только для антропогенессоров, но и для других. Например? Ну, например, есть такой проект «22 век». Вот. И фактически я там сейчас как бы и работаю. Ну, это научно-популярный тоже проект, для которого я пишу тексты. Вот. Я сейчас пишу вторую книгу уже. Вот. И я писал и продолжаю писать новости для самого антропогенессоров. Плюс Станислав Дробышевский. Ну, он, будучи ученым, именно занимаясь этим проектом, стал активно писать популярные тексты. У него, на мой взгляд, очень быстро выросла квалификация именно в написании текстов. Он, причем, очень остроумно, так образно хорошо пишет. Он сейчас тоже заканчивает популярную книгу, которая должна выйти. Вот. То есть этот проект, он, в общем, всем добавил skills, так сказать, квалификации в областях. Я для себя открыл там антропологию на практике. То есть, там, четыре раза уже съездил на раскопки на всякие вот четыре года. В пределах России и за рубежом? Ну, я был... Украина – это у нас как? Это очень сложный вопрос. В Приднестровье. В Приднестровье, да. Тоже вопрос, как? Ну, так, ближние и за рубежи, это, как бы, пока еще называется. Вот. Пока что дальше не выбирались, хотя, может быть, удастся и куда-нибудь дальше поехать. Поэтому вот этот проект, он и нас всех подрастил. И в плане научной журналистики я считаю, что научная журналистика – это очень перспективное направление. Но здесь есть множество рисков. Вот, смотрите, насчет очень перспективного направления. Вчера вот я беседовал с коллегой вашей, с упомянутой Андреевой, да, Ольгой. И возник такой вопрос в ходе вот обсуждения. Ну, была пора, назовем это так, после Второй мировой войны или после Великой Отечественной войны, когда, в общем, вся страна, СССР, я имею в виду, была буквально заражена вот идеей, тягой к знаниям. Это было признаком хорошего тона. Развивались гигантскими тиражами, выходили научно-популярные журналы. Они у нас у всех на слуху. Я уже не буду сейчас повторять название. А потом... Вот это вот... Закончилось. Да. Вдруг раз и кануло. И такой старый бухаринский лозунг вот все заменил. Обогащайтесь. Как можете. И сейчас вот, как мы с вами разговариваем, вы назвали два имени, да, ну, три, может быть. Может быть, я что-то упустил. И упомянули, что вот есть десяток людей, которые вот на этом вашем проекте антропогенезру активно работают, и вы вместе растете в творческом, в научном плане и так далее. Все это прекрасно. С вашей точки зрения, существует ли объективная потребность возврата вот этого тренда на всеобщее знание, на научное знание? И существуют ли вообще какие-то условия, вот хотя бы пока такие призрачные для того, чтобы этот тренд вернулся в нашу страну. Ну, знаете, у меня ощущение, что тренд этот вернулся. Уже? Мне кажется, что да. Хотя я здесь очень субъективен. Естественно, я вижу некий срез, то есть тех людей, которые пишут мне, и есть такой, знаете, психологический эффект, что человек судит о мнении окружающих, тем людям, с которыми он общается, а окружение он формирует себя сам. Поэтому существует вот такая проблема, когда люди смотрят рекламу и говорят, ну кто на это поведется? А ведутся миллионы вообще, просто они не такие, как ты. Вот выйди из своего дома, зайди там, не знаю, во двор и послушай, о чем и как там говорят люди. Когда сидят люди у себя там в кабинетах, в офисах, в лабораториях, они, естественно, вот это субкультура некая. Полезно из нее периодически выходить и получать по голове. Ну, я имею в виду полезно. Ну да, да. Если тебя не убьют. Не в подворотне, да. Да, не в подворотне. Вот. Поэтому мне кажется, на самом деле, что по крайней мере определенной части населения, не знаю, там средний класс, там в больших городах, потребность такая есть. Ну, вы не имеете в виду сейчас гаджеты, виджеты и все эти штучки? Нет, 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 нет. Я имею в виду, например, родителей, которые думают там об образовании своих детей. Я имею в виду людей, у которых все-таки появилось какое-то свободное время и появилась какая-то мода, что надо в выходные не только там бухать и пялиться там в телевизор, но есть понятие культурного досуга. То есть появляются какие-то кафе, там, не знаю, где выступают, допустим, художники, ученые, там, писатели. Проводятся презентации книг, на которые даже приходят люди. Появляются на YouTube каналы, где рассказывают не только там, как, не знаю, там, накачать пресс, хотя это тоже хорошо, но и какие-то там совершенно на популярном уровне новости науки рассказывают или обзоры книжек. Вот по динамике посещаемости вашего сайта это как-то видно? Посещаемость у нас растет. Ну, вот у нас сейчас примерно порядка 5000 человек в день в среднем. Для специализированных... Костов оригинальных посетителей. Да, да, уникальных посетителей. Уникальных. Для специализированного сайта это, в общем, хорошо. Плюс у нас там уже в сумме там под 20 тысяч подписчиков в социальных сетях. У нас есть канал на YouTube, который активно развивается. Вот понятно, что, с одной стороны, это вроде как бы капля в море. Но мы же не одиноки, во-первых. Мы нишевый продукт для определенной аудитории. И мы сейчас планируем расти и расти и расти. Мы, например, сейчас задумали провести конференцию в Москве, посвященную борьбе с лженаукой. Вот. Кодовое название «Ученые против мифов». И вот эта тема... Я смотрю, и книгу у вас называется «Мифы об эволюции человека». Ну, это наша тема, мы ее тащим. Борьба с мифами, заблуждениями. То есть, одно время было такая... Мутный такой поток. Фоменковщина. Фоменковщина. Определенные телеканалы, которые пропагандируют всякое мракобесие. Слушайте, ну, на первом канале у господина Эрнста я пришел в ужас. Я на одной кухне натолкнулся днем. Ну, понятно, что для домохозяек борьба белых и черных магов. 45 минут. Слушайте, ну, вот есть каналы, которые целиком... Я не знаю, можно их называть здесь или нет. Ну, если вы не хотите рекламировать, то лучше не надо. Ну, я и так думаю, что все и так их знают. Вообще прекрасно. Вот. И на самом деле у думающей части общества уже рвотный рефлекс. У них реальное отторжение. И нам кажется, что время назрело, и есть потребитель, который будет активно выступать за настоящую науку, защищать ее. И мы хотим делать такие качественные мероприятия. Мы сейчас делаем вот у нас серия видео как раз на тему мифов, где мы занимаемся вот борьбой с такими заблуждениями. Заблуждениями или сознательным искажением научной истины. И то, и другое. Там и то, и другое. Там и мошенники, и психи. Да. И кого там только нет. Мы сейчас анализируем результат их деятельности, а не их мотивацию. Мотивация там разная. Вот. Но факт, что они наносят ущерб головам подрастающего поколения, прежде всего. Потому что надо думать о детях. Какими они вырастут. Ну, то есть нашим головам уже ничего не страшно, вы хотите сказать, да? Ну, вот я сегодня у меня лекция будет, как отличить научную книгу от лженаучной. Потому что люди спрашивают, а это большая проблема. Я, вы, никто от этого не застрахован. Абсолютно. И поскольку огромное количество информационного шума, я там не помню, какие оценки, но там сколько тысяч раз он вырос, объем информации, обрушивающийся на нас, там за последние десятилетия. Удваиваются каждые пять лет, насколько я помню. Ну, это по самым таким осторожным оценкам. Осторожные очень оценки, да. И просто, если ты не будешь фильтровать, то ты просто, твой разум погибнет вообще от этого. А поскольку наука крайне разнообразна, все знать невозможно. Ну, и не нужно, наверное. И поэтому и все время быть на стороже тоже тяжело. Ты задеваешься, и тебя прокачают там вот этой мутной дрянью. Практический вопрос в связи с этим. Вот ваша, можно сказать, постоянно действующая передвижная выставка, да, начиналась с сенсационного, да, такого, все-таки это журналистский ход. Конечно. Десять черепов, которые потрясли мир. Естественно, сразу возникает, чего это черепа, вот какие вот эти черепа потрясли мир? Почему, собственно говоря, они его потрясли? Вот это сознательная провокация? Вы хотели таким образом привлечь обывателя? Да. Да, мы постоянно занимаемся провокациями. Вот это книга-провокация. Я постоянно намеренно использую. Я же пиарщик, в том числе, по профессии своей. И если мы работаем с массовой аудиторией, то мы понимаем, что вот у меня было выступление в Москве. Я рассказывал о проблемах лженауки. Я его назвал «мегалиты и рептилоиды». Пришлось снимать телевидение М24. Ко мне обратилась российская газета за комментарием. Если бы я назвал это выступление о некоторых проблем популяризации современной исторической науки, никто бы не пришел. Хотя я говорил бы о том же самом. То есть если мы работаем с массовой аудиторией, мы должны учитывать психологию этой аудитории, должны владеть техниками привлечения внимания, изменения точки зрения, вызывать эмоции определенные, иногда провоцировать. Это необходимо. Потому что этим занимаются пропагандисты лженауки. Если мы не будем знать эти методы, если мы будем действовать слабее, мы просто не выдержим конкуренции. Абсолютно верно. И тем не менее, все-таки, буквально в двух словах, вот, муляжи Череповы здесь лежат. Что, собственно говоря, вот просто для аудитории, которая немножко пошире, чем та, в которой вы будете сегодня выступать. Это кто? Чем они потрясли? Что это? Так, вот это вот, это вообще предок всех человекообразных обезьян. Это проконсул. Проконсул? Да, проконсул, африканус, проконсул, это не африканус. Проконсул, ну, так звали шимпанзе в лондонском зоопарке, если я не ошибаюсь. Когда нашли вот этот, это обезьян, у них как раз... То есть у меня какие-то ассоциации там с первым консулом. Ну, проконсул, это, да, это римский консул, в общем. На самом деле, это была кличка шимпанзе в лондонском зоопарке, в честь которого назвали вот этот род древних обезьян. Конкретно вот эта обезьяна жила в Восточной Африке 18 миллионов лет назад. Это было маленькое, четыроногое такое существо. В общем, обычная обезьяна, но, судя по всему, она является предком и шимпанзе, и горилл, и рангутанов, и нас с вами в конечном итоге. Какое значение это имеет для нас с вами? Вот сам факт ее существования, сам факт ее участия вот в этой эволюционной цепи. Почему она должна кого-то потрясти, грубо говоря? Ну, мне кажется, что просто-напросто, вот хотя бы сравнение вот это вот, чем мы были и чем мы стали, оно заставляет ценить вообще то, чем мы обладаем. И когда кто-то говорит, я не хочу быть животным, я не животное. Нет. Мы не только животное. Но как раз, когда мы видим вот этот путь, когда мы, ну, во-первых, проникаемся уважением к предкам, и мы начинаем... Мне кажется, что вот это понимание того огромного пути, которого прошли наши предки, оно заставляет по-другому смотреть и на свою жизнь, и на себя, на свое поведение. И это вообще, ну, такой очень серьезный мировоззренческий вопрос. Религия дает на это свои ответы. Наука дает другие. По идее, наука и мировоззрение, они напрямую не связаны, но тем не менее, понимание своих корней, понимание общности и вообще всего живого на этой планете, мне кажется, что это очень важно, и это может нас уберечь и в том числе от каких-то ошибок. Ошибок поведенческих, да, цивилизационных, что имеется? Ну, то, что человечество делает многие века, в том числе там сокрушает экосистему, там режет друг друга, причем ради идей каких-то. Да ладно, почему ли цепочки работают? А как раз вот именно даже как были, каннибалы ужаснулись, когда узнали, что европейцы убивают друг друга и не едят, столько мяса пропадает. Нецелесообразно. С их точки зрения это ужасно. Бессмысленно. Так вот, мне кажется, что для человека очень важно иметь представление о реальных своих корнях, а не вымышленных. Вот, и это дисциплинирует в том числе. Ну, это, понимаете, мы вот сейчас говорим о некоторых таких, ну, этических, да, и философских, может быть, даже аспектах. А антропология как таковая, мы сейчас вернемся все-таки к научной школе, к журналистике, но у меня уже тоже любопытство такое, может быть, дилетантское, наверняка дилетантское. Какой-то выход в практику, куда, я не знаю, в физиологию, в педицину, там. Я понял. Это частый вопрос, который мне задают. Ну, я так, да. Что из этого? Да, 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 да. Хлеб, что вы хотите измельчить? На хлеб, масло-то не намажешь вообще с этими вашими черепами? Да, шубу не сошьешь. То есть в широком смысле можно ответить «да». Какая польза от вашей живописи вообще? То есть это вопрос, знаете, из отцов и детей, там, классика. Ну, да. Я лучше, я предпочту хорошего повара, там, и так далее. То есть в некотором роде, да, это некая отвлеченная наука, так же, как астрономия, например. Но, тем не менее, существуют практические приложения. То есть в науке ты никогда не знаешь, какой практической пользой обернется то или иное открытие, там, через сто лет. Знал ли Циолковский, например, что по спутникам, запущенных, по принципам открытым им, будут, например, корректировать путь автомобиля в пробке вообще? Знал ли он об этом, мог ли он подозревать? Значит, в антропологии, на самом деле, например, вообще говоря, антропология, как наука, сложилась для изучения современных людей, а не древних. Это как бы отдельное приложение. Методы реконструкции, которые разрабатывались, например, у нас с Михаилом Герасимовым, восстановление обликов в древних людей, нашли широкое применение в криминалистике, в пластической хирургии, и т.д., и т.п. То есть экспертиза пропавших без вести, восстановление, например, экспертиза останков царской семьи, между прочим, в 90-е. Куча, куча примеров. Палеогенетика. Кстати говоря, генетика в медицинских приложениях широкое применение, ну, все более широкое, находит, в том числе и сравнительная геномика с использованием геномов человекообразных обезьян, наших ближайших родственников, с пониманием нашего ближайшего с ними родства. Сравнение, например, последовательности ДНК позволяет выявление некоторых генетических заболеваний. То есть приложение есть, но это вопрос в том числе, если это все убрать со стола, это просто очень интересно. Человек, вот это существо, хомо сапиенс, существо любопытное. Вот, то есть человеку это всегда. Вот. И вот, уважаемые телезрители, я сейчас позволил себе некоторую провокацию в отношении гостя, пусть он меня извинит. Вы видели, видите, да, с каким интересом Александр рассказывает о том, чем он занимается. Александр, у меня в связи с этим к вам вопрос абсолютно утилитарный. Вы считаете, что вы или кто-то другой можете научить мальчишек и девчонок, студентов, вот тому отношению, тому осмыслению научных проблем и изложению этих проблем в популярном виде, которым владеете вы, который владеет вами, может быть, даже точнее сказать. Этому можно научить? Этому можно научить и необходимо этому учить, я считаю. Я общался с разными научными журналистами, и часто идея о том, что можно научить какому-то творческому процессу вызывает отпор, и некоторые говорят, нет, научить нельзя, если вы только сами не захотите, бла-бла-бла, и дальше некоторые такие стандартные слова. Я считаю, что научить можно при наличии трудолюбия, при наличии воли и каких-то самых минимальных способностей, но для этого, и, кстати говоря, никакой магии тут нету. Скиллс. Да, скиллс и элементарная добросовестность. Вот многим журналистам нашим, самым талантливым, одаренным литературно, не хватает добросовестности, пунктуальности, порядочности. То есть, например, если ты обещал ученому прислать номер журнала, пришли. Не забудь о нем через минуту после того, как вышла публикация. Это уж совсем какая-то такая добросовестность. Я думал, вы говорите о научной добросовестности с точки зрения отборов, фактов. О чем вы говорите вообще? О чем вы говорите? Я учил журналистов много лет. Их не учат вообще, что текст надо согласовывать, что ньюсмейкера надо уважать, что его не надо подставлять, что вообще в любой из профессиональных областей круг тех, кто может тебе предоставить информацию, весьма ограничен. Но если ты обидишь одного из них, то от тебя отвернутся все. Ты хочешь замкнется, да. То есть, некоторые элементарные фазы вещи добросовестны. Дальше уже, конечно, следующий уровень – это умение погружаться в некую научную проблему. Потому что для научного журналиста проблема… Понятно, что в идеале есть какая-нибудь Энн Гиббонс, которая в Science пишет колонку только по антропогенезу. Специально получала антропологическое образование. И она пишет только по антропогенезу. Но в каком-нибудь российском СМИ отдел науки – это там максимум два человека, которые пишут каждый день обо всем. И не могут себе позволить. И они не могут себе позволить. И вот это… И тут появляется огромное количество халтуры, грубейших ошибок, куча искажений. Вы же представляете себе, как научная новость попадает, допустим, в российские СМИ. Через много итераций. То есть это в лучшем случае перевод западной новости. Те тоже лажают. Наши переводы еще добавляют от себя. Потом еще об этом… Поэтому редактор прошелся. В результате то, что мы читаем на научной ленте, на носной ленте, к оригинальному научному открытию не имеет там никакого отношения. Обсуждать это просто бессмысленно. Вот хотелось бы… Ну вот, интернет в этом смысле помогает. Все-таки, ну, по крайней мере, добросовестные СМИ, как правило, дают ссылку на источник. Да, да, нет, есть. Есть исключения. Есть российские СМИ, которые стали это делать в последние годы. Да. Достаточно качественно. Я с ними общаюсь, там, контактирую. И это можно всячески приветствовать. Есть замечательные ребята. Но вот этому надо учить. И важно, что у искусства научного журналистов здесь литературные навыки даже не первичны. Ну, не первичны, но и без них, наверное, не обойтись. Но это проще. Должна быть образность мышления, должна быть для того, чтобы взять и описать что-то. Конечно, конечно. Но просто еще раз, куча авторов, которые прекрасно владеют языком, но лучше бы они им не владели. Хорошо. Мы потихонечку заканчиваем. У нас тут с хронным биржом уже возникают напряжения, ну, небольшие. Вы перечислили очень правильно, с моей точки зрения, необходимые качества и условия, которые должны человеку, если он хочет стать вообще журналистом приличным, да. И уж тем более, если он пойдет в сферу науки, займется популяризацией ученых, разработок каких-то прикладных, фундаментальных и так далее. Но мне кажется, я опять же возвращаюсь к тому, вот я специально задавал вам несколько вопросов, которые напрямую не относятся к теме вашего пребывания здесь в Казани, в стенах Казанского университета, чтобы телезритель наш почувствовал и понял, что помимо того, что вы назвали тех качеств и навыков необходимых, мне кажется, нужно еще одно, и, может быть, это ключевое, умение, или, вернее, способность, сохраненную способность удивляться. Абсолютно. Спасибо вам огромное за интервью. Мне самому было очень интересно. Спасибо. Я не знаю, вот мы до эфира с вами говорили, может быть, теперь я буду читать с сегодняшнего же вечера вашу книгу о мифах об эволюции. Придется подарить вам. Об эволюции человека, но я, да, я напросился. Спасибо вам, я надеюсь, что мы с вами еще увидимся, и увидимся в эфире, потому что я думаю, что школа научных журналистов Казанского федерального университета это не сиюминутный, не однодневный проект, она будет развиваться, и дай бог, чтобы она развивала. Это была программа «Акцент». Меня зовут Юрий Алаев. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова